Всем привет! В этом видео поговорим о том, что российский ударный беспилотник С-70 Охотник станет самым мощным в мире. С-70 Охотник – первый российский тяжелый ударный беспилотник, разрабатываемый знаменитым концерном «Сухой» по заказу Министерства обороны России с 2012 года. Впервые о планах создания тяжелого ударного беспилотника Минобороны сообщила в 2009 году. Первый полет беспилотника С-70 Охотник состоялся в августе 2019 года. За прошедший период новосибирский авиазавод имени Чкалова разработал три различные модификации Охотника. По словам разработчика последняя, третья по счету модификации, с большей степенью вероятности будет соответствовать серийному образцу. Стоит отметить, что в начале 2000-х годов лидерами беспилотных технологий во всем мире считались США и Израиль, за которыми пыталась угнаться Турция, благодаря своему ударному беспилотнику Байрактар. Наша страна приступила к активному освоению беспилотных технологий несколько лет назад, но уже достигла серьезных успехов. Уже сейчас российский разведывательно-ударный беспилотник Орион-3, который уже принят на вооружение, является одним из лучших в мире. Однако тяжелый ударный беспилотник С-70 Охотник способен стать настоящим прорывом в авиации. По ключевым характеристикам и тактическим возможностям, Охотник на порядок превосходит всех зарубежных конкурентов, включая турецкий Байрактар, американский Риппер и израильский Итан. Достаточно сказать, что российский беспилотник Охотник способен поднять в воздух боевой арсенал весом до 6 тонн, тогда как его конкуренты не более двух. Крейсерская скорость полета Охотника превышает 1000 км в час, что в два с лишним раза превышает максимальную скорость полета ближайшего преследователя, американского беспилотника Риппер. Колоссальная разница в скорости полета и тяга вооружений достигается за счет использования российского турбореактивного двигателя и формы летающего крыла, тогда как конкуренты до сих пор используют турбовинтовые силовые агрегаты. По предварительным данным, максимальная высота полета Охотника составит 20 тысяч метров, что сделает его малоуязвимым для радаров противника. При этом Охотник оснащен передовым прицельно-навигационным комплексом, позволяющим выпускать боеприпасы с воздуха по воздушным и стационарным объектам с эффективностью высокоточного управляемого орудия. По ценкам американского журнала Forbes, в отличие от американского беспилотника Риппер, эффективного в борьбе с повстанцами, не имеющими средств ПВО, тяжелый российский ударный беспилотник Охотник может быть эффективен в глобальном военном конфликте. Конкурентов ему нет и едва ли предвидится в ближайшие 10 лет. В завершение отмечу, что по контракту с Министерством обороны России промышленное производство тяжелых беспилотников С-70 Охотник должно стартовать в 2024 году.